Девушки отдыхают Водка против России. Существует ли мировой заговор? Евреи спаивают русский народ. Как оно действует, когда приходит белая горячка? Черти хохотали, запел невидимый в городе третий петух. Кто и зачем затопил страну огненной водой? Спаивание придумали ученые. Грозит ли человечеству атака клонов? Пусть все изучают. Пусть все клонируют. И кто уже ставит опыты над людьми? 15-16 роют по России клонированы. И что за новую теорию о снах готов представить известный режиссер Владимир Хатиненко? Ты начинаешь проживать жизнь обратно. Если спросить у иностранца, какой напиток исконно русский, он наверняка ответит – водка. Верят в это и россияне. Но мало кто знает, что на Руси водки не было и в помине. Придумали ее даже не славяне. Современные конспирологи предполагают водку в Россию внедрили специально, чтобы споить и погубить народ. Это своего рода биологическое оружие. Тогда кому понадобилось устраивать этот антироссийский водочный заговор? Поэт и лидер группы «Бахыт Компот» Вадим Степанцов, может, и не воспевает водку в каждой песне. Но обращается к этой теме регулярно. А уж рассуждать об этом национальном напитке может бесконечно. Больная тема. Лучше и чище желаний нет, чем на***ться прямо с утра. Певец знает, о чем говорит. Сам когда-то пострадал от пагубного пристрастия. Однажды мы с поэтом Александром Бардадымом ушли в штопор дней на восемь. Был апрель, солнышко уже такое ласковое весеннее светило. В общем, нас кружило по Москве очень и очень долго. И закончилось это, как обычно тогда бывало в общаге, вот куда я ушел сознательно, чтобы не оставаться одному, потому что чувствовал приближение какого-то такого коллапса. Чувствовал, что черти придут. И пришли. Случилась белая горячка. Степанцова едва вернулись с того света. В общем, черти хохотали. Запел незримый и невидимый в городе третий петух. Ну, я так понял уже по рассвету, что пора им сваливать. И они свалили. Ну, такой вот у меня был лирий. После приступа белой горячки музыкант Степанцов понял – пора завязывать. И целых шесть лет не употреблял. Даже пиво. Потом мне родилась дочь. Я на радостях принял, смотрю – прижилось. Вот так оно опять пошло и поехало. Пьяная, пламяная! Беленькая, огненная вода, зелёный змей. В России водка стала национальным напитком и приобрела десятки имён. Неудивительно, что во всём мире русские ассоциируются в первую очередь с водкой, а потом уже с медведями, гармошкой и красной рубахой. Но историческая правда такова – водка не имеет к нам никакого отношения. Нация пила полугар – хлебное вино, который, по сути своей, был как невыдержанный виски, односолодовый шотландский, только из ржи. И так это было на протяжении трёхсот лет. Впервые виноградный спирт на Русь привезли купцы из Генуи в 14 веке. Нашим братцам эта огненная вода не понравилась. Потом было ещё несколько попыток привить русичам культуру питья. Не вышло. Одно из первых упоминаний водки, термина «водка» в России в 1680-е годы – это аптекарский указ. То есть что говорит о медицинском предназначении продукта. В таком случае откуда появился миф, что водка – русское изобретение? Есть один миф, очень любопытный, про Дмитрия Ивановича Менделеева, который якобы изобрёл водку. И, ну, подавляющая масса населения России думает, что это именно так. На самом деле это совершенно не так. Современные историки доказали, что водку ещё в 13 веке изобрёл испанский алхимик и католический священник Раймунд Лулей. А в Россию её привёз в 17 веке Пётр Первый. Царь, по всей видимости, не понимал, что вместе с окном в Европу он распахнул двери в страну опасному зелёному змею. Ты не дурак, царь. Вакханалия продолжалась до начала 20 века, пока на Руси не ввели первый запрет. Такой сухой закон, по сути, был введён в 1914 году. В ресторанах было можно, но там дороже. А в розницу было купить невозможно. Соответственно, через три года революции. После этого с водкой то боролись, то снова разрешали. Расцвело производство алкоголя в середине 50-х, когда советское правительство запланировало в бюджете так называемые «пьяные деньги». Давайте посмотрим, что такое пьяные деньги или пьяные доходы. В СССР производство одной бутылки водки стоило 20 копеек, а продавалось оно уже по 3,5 рубля. Так что за счёт водки советский бюджет пополнился на десятки миллиардов рублей. На фоне этих цифр никто не обращал внимания, что народ откровенно спивался, деградировал и умирал. Спасти нацию от спаивания в очередной раз попытался Михаил Горбачёв и подписал легендарный сухой закон 1985 года. В стране резко уменьшилась смертность населения и был установлен исторический рекорд рождаемости. И тут, по странному стечению обстоятельств, в России снова случился переворот, словно кто-то очень не хотел видеть нас трезвыми. К радикальным способам Россия прибегала дважды в своей истории, и оба раза это заканчивалось печально. Первый раз революцией 1917 года, второй раз свержением коммунистического строя. В это же время Америка и Саудовская Аравия обвалили цены на нефть. И советский бюджет, уже тогда подсаженный на нефтяную иглу, обнищал. Да и сам Советский Союз развалился. Пришедший к власти Борис Ельцин отменил госмонополию на алкоголь. В стране, как грибы, начали расти ликероводочные заводы. Водка стала доминирующим напитком, отчасти потому, что все остальное было еще и не очень хорошего качества, вот, и по цене не соответствовало, потому что, чтобы достичь определенного уровня опьянения, конечно, водка является напитком номер один. Как правильно сказал Андрей Макаревич, не надо обманывать себя, так сказать, водку мы пьем не для вкуса, а для состояния. Борис Ельцин личным примером демонстрировал гражданам культуру питья. Марина Циренина в 90-е руководила экспертной лабораторией при торговой палате. Вспоминает, что в те годы ее коллегам приходилось дегустировать невероятное количество водки. Поток был совершенно невероятный, без конца. Нам просто эту водку некуда было ставить, да, это все было, все было в бутылках. Работали четыре одновременно хроматографической линии на анализ, причем работали круглосуточно. При таком разнообразии и относительной дешевизне народ снова начал катастрофически спиваться. Было много историй неинтересных про домохозяек, которые в отсутствие детей мужа спивали все себя на кухне. А бывали такие истории, что Лимонов просто с Эдечкой отдыхает. Участника группы «Машина времени» Александра Зайцева споили черные риэлторы и убили, а его столичную квартиру продали. У актера Николая Еременко после очередного запоя случился инсульт. Актриса Елена Майорова умерла в 39. В состоянии сильного алкогольного опьянения она облила себя бензином и сгорела заживо. Андрей Краско снимал стрессы водкой и умер от инсульта. Одна из последних трагедий – смерть актера Владислава Галкина. По одной из версий, от регулярных запоев у актера не выдержало сердце. Спирт – растворитель. И он начинает тупо, механически растворять, вымывать. Прежде всего, определенные тонкие жировые структуры, которые… А что такое мозг? Это большой кусок жира. А что такое нерв? Это провод, который от окружающих тканей изолирован, опять-таки, жировой изоляцией. И вот начинает развиваться так называемая полинейроэнцефалопатия, а попросту на русском языке, тотальная вот такая вот разгерметизация. Именно поэтому, говорят специалисты, водка – самый опасный алкогольный напиток, потому что она состоит из чистого этилового спирта и воды. Чистый этиловый спирт – самый очищенный яд, потому что он быстрее всего вызывает привыкание. И это привыкание, к сожалению, передается генетически. Ещё в Древней Руси знали – пьющая молодёжь – это гибель нации. Этиловый спирт деформирует здоровые яйцеклетки у женщин, а мужчин и вовсе делают импотентами. Раньше ведь в России вообще молодожёнам запрещали пить, и особенно невестам, потому что это сказывалось не просто на репродуктивной способности, а на качестве потомства. Один из органов мишени, на которых токсически действует не только спирт, но и продукты его распада, в первую очередь ацетальдегид, это в том числе половые клетки, в частности, вырабатывающий тестостерон. Поэтому у мужчин систематически, вот уже, так сказать, в серьёзных стадиях алкогольной зависимости, уменьшается выработка тестостерона, и они лишаются мужских признаков. По данным Всемирной организации здравоохранения, в стране, где потребляют больше 8 литров алкоголя в год на душу населения, начинается генетическое вымирание нации. Сейчас наш народ выпивает до 15 литров спирта на душу населения в год. В России от алкоголя умирает каждый пятый мужчина. В таком случае, почему водка продолжает господствовать в России? Конспирологи утверждают, это удобно, а дурманенным водкой народам легко манипулировать. Есть и другая версия – территориальная. Ведь Россия сегодня всё ещё самая большая страна в мире. А чтобы занять землю, надо её освободить от аборигенов. В своё время новые американцы споили индейцев. Так и нас сегодня истребляют спиртом, говорят историки. Споивание нации – это, конечно, именно оружие, биологическое оружие. В таком случае, кто же этот страшный заговорщик? Кто так изощрённо подсадил нас на водку и ждёт нашего конца? Есть такой человек, который возглавляет один из союзов борьбы с алкоголем, профессор Нужный. Я присутствовал на каких-то дебатах с профессором Нужным, и он там позволял себе антисемитские высказывания. Вот, я вам даже скажу, что, по его мнению, евреи спаивают русский народ. Но я, правда, не понимаю, почему они не спаивают немецкий народ. Всемирно известный русский хирург Фёдор Углов при жизни также заявлял, что нас спаивают целенаправленно. Правда, кивал в сторону США. Врач ссылался на рассекреченный доклад директора ЦРУ Алана Далеса. Ещё в 50-х годах прошлого века тот писал об уничтожении 90% русских, но не военным, а мирным путём, с помощью водки, табака, наркотиков и разврата. Спаивание людей – это проблема во всём мире. И это всё спаивание придумали учёные. Именно учёные придумали все спирт, содержащие эту отраву. С другой стороны, разве в Америке или Европе меньше пьют? В тех же Германии или Франции коренное население вырождается, в том числе из-за алкоголя. Место европейцев занимают выходцы из стран третьего мира, как правило, мусульмане, которые как раз не пьют. Не позволяет вера. Англики-то бухают побольше нашего проблемы с алкоголизмом очень сильно. Мне одна барышня рассказывала, что было время, когда в Риге в гостиницах висели объявления «но бритиш, но скотиш». То есть молодые англичане покупали дешёвые туры, алкатуры, значит, в Прибалтику. И чувствовали себя богачами и рок-звёздами, и громили гостиницы, ну, как настоящие рок-звёды. На этом фоне версии о водочном заговоре против России выглядят не слишком убедительно. Не лучше ли искать виноватого в зеркале? Вот пшеница – основа жизни человека во все времена у всех народов. Из неё можно делать отраву, водку химическую, то, что учёные придумали, а можно настоящий хлеб, то, что испокон веку делали люди. И ели его, и наслаждались, и здоровье поправляли. И всё-таки есть ли выход из порочного круга? Для того, чтобы хоть как-то уменьшить разрушительное влияние алкоголя на организм человека, российский учёный Евгений Маевский изобрёл специальный порошок. Он способствует более быстрому и менее повреждающему печень и энергетический аппарат с сжиганию, сгорению, сжиганию до СА2 и H2O, то есть до углекислого газа и воды, этанола. Но любые медицинские препараты помогают отчасти и не всем. К счастью, сегодня в России появляется новое поколение молодёжи, которое чётко осознаёт – алкоголь – это враг. Поэтому и проводятся такие флэш-мобы. Русский значит трезвый! Русский значит трезвый! Научился бороться с зелёным змеем и любитель горячительных напитков Вадим Степанцов. Когда тебя особо настойчиво предлагают и наливают, нужно говорить «завтра». Вот сегодня не будем. Завтра, да. А завтра, как известно, не наступает никогда. Водочный заговор – версия интересная, но, как мне кажется, всё-таки надуманная. Допустим, что вымирание россиян как нации многим будет выгодно. Но вот доказательств целенаправленного спаивания нашего народа нет. Бесспорно другое. Сколько не вводят запретов и ограничений, водка остаётся самым популярным в стране алкоголем. Смотрите далее. Зачем Владимир Жириновский хотел клонировать себя? Пусть всё изучают. Пусть всё клонируют. А Александр Пороховщиков – свою мать. У него были волосы матери. И урок шамана. Как отличить ночной кошмар от реальности? Внутри сновидения часы никогда не показывают правильное время. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Что общего у головастика – овцы, мыши, кошки и лошади? Оказывается, именно этих животных в течение последних 50 лет пытались клонировать. Результаты этих экспериментов неоднозначны. Одни эксперты называют их провальными, другие считают их триумфом и новым словом в медицине. Но есть третий, утверждающий, что клонирование не существует. Это обман – величайшая афера 20 века. Клонирование. Получение одного или нескольких генетически идентичных организмов путём бесполого размножения. Энциклопедия Кольера. Термин «клонирование» пришёл к нам из биологии. Но сегодня им пользуются не только учёные. Клоны стали персонажами романов, кинофильмов и компьютерных игр. Началось всё в 60-е годы прошлого века. Первым был кореец Хванг, который финансировали американцы. Работы эти были сделаны на островах. То есть юрисдикции такой специфической, где нет южнокорейского законодательства. По моей информации. А следующая сторона, которая подхватила эту тему, была Великобритания. В Великобритании они взяли за основу яйцеклетку коровы. То есть работы, естественно, проводили на яйцеклетках. Животных это просто дешевле. В 80-е годы это было любимым развлечением. Взять ядро от одного животного, например, от лягушки, перезасунуть в зародыш какой-нибудь рыбки и посмотреть, что происходит. Потом была овечка Долли, которая стала настоящей суперзвездой. А вскоре заговорили о возможности клонирования человека и его органов. Это называется репродуктивное клонирование, создание с целью репродукции. То есть полноценного живого организма. Но ещё в медицине и в науке подразделяют клонирование терапевтическое. Вот терапевтическое клонирование – это выращивание части органа или органа целиком. Например, выращивание трахеи – это терапевтическое клонирование. А выращивание части сердечной мышцы – это терапевтическое клонирование. Эксперименты над животными и бактериями вселяли в учёных оптимизм. Клонирование выглядело делом весьма перспективным. Клонирование, например, бактерий, оно совершенно не опасно, а даже очень интересно, потому что мы получаем точную копию предсуществующего организма, то есть мы можем тот или иной организм, бактерию, например, размножить в неограниченных количествах. Испанец вырастил трахею, американцы вырастили часть мочевого пузыря. Немцы из слизистой оболочки рта, губы, выделяют специальные клетки, делают уреатру. Мочеспускательный канал у людей с сужением уреатру. Актёр Александр Пороховщиков в 2008 году обратился к своему другу-учёному Сергею Болтунову за советом. Он хотел клонировать свою умершую мать, но не знал, где это можно сделать. Артиста не смущало, что собственную маму в случае удачной операции ему пришлось бы воспитывать с пелёнок. Не знаю уж, кто его на эту идею надоумил, но она была. У неё были и волосы матери. Они делали анализ, проверяли, насколько, так сказать, возможно, с точки зрения материала, да. Ему сказали, что биологический материал нормальный, что на его основе можно работать. А эксцентричный Владимир Жириновский решил клонировать самого себя. Пытался наша Академия медицинских наук с президентом, встретился. Он меня стал, значит, разубеждать, что не надо этого делать. Всё разубеждать. Я сам хочу. Но ни Пороховщиков, ни Жириновский так и не смогли осуществить свои мечты. Дело в том, что в большинстве стран мира клонировать человека запрещено. Самый свежий эксперимент японских учёных, которые клонировали мышь из капли крови, позволяет предположить, что подобные можно сделать и с человеком. Так почему же до сих пор на такой опыт никто не решился? Самая консервативная организация, церковь, настаивает на том, что Создатель у нас один, и человек не имеет морального права брать на себя его функции. Если о каждом из нас генетики говорят, что у каждого из нас это генетически уникальная совершенно программа, то клон, он есть клон. Как человек, узнав такую правду, будет оценивать самого себя? И вторая проблема, как общество, в том числе микросоциум, там, класс, скажем, школьный, рабочий клик, как они будут оценивать этого человека? А как вот человек вообще-то появился на свет? Получается, что первым, кто клонировал человека, был Господь Бог. Есть и другая проблема. Клонирование, по мнению Андрея Кураева, способно привести общество к апокалипсису. Люди, уверен дьякон, могут превратиться в зомби. Гиперкорпорация желает вырастить племя шахтеров. Она заказывает генетикам популяцию с великолепным зрением в темноте, со способностью дышать какими-то метановыми газами и так далее. Но такой человек не сможет всерьез жить, работать на поверхности, например. И тогда у нас появятся со временем просто уже пробирки, фабрики, где на одном потоке будут ельциниды, на другом зюгоноиды. И они потом будут запрограммированно себя вести даже в политической области. Впрочем, пугаться рано, уверяют ученые и скептики. До такого будущего нам еще далеко. Они считают, что никакого клонирования не существует. Все это выдумки ради наживы. Аферисты просто вытягивают деньги из наимных людей, мечтающих о бессмертии. Некоторые российские ученые утверждают, что копировать уникальные в своем роде создания природы невозможно в принципе. А клонирование – это не только бесконечный источник вдохновения для романтиков, но и пример использования человеческой наивности. Иными словами, прибыльный бизнес. Если вы берете соматическую клетку, сажаете ее в яйцеклетку, даже если это сделать идеально, то все равно зародыш еще умрет в утробе матери от старости. Простой пример клонов – это просто братья-близнецы. Они вроде одинаковые. Причем даже не до 99, а иногда даже больше. Они похожи, но они имеют разный характер. Они имеют все равно немножко, но отличающиеся привычки. Хотя они воспитывались в одном и том же обществе. Доктор биологических наук Сергей Савельев утверждает, миф о возможности клонирования людей родился в США, когда президент Буш-младший раздул мыльный пузырь, построенный на обмане. Это был гигантский бизнес в США, поскольку обманывали бедных, простодушных, полуграмотных крестьян американских, обещая им из их любимых БК-производителей сделать его точные копии. И заставляли подписывать бумаги, в которых было написано, что будет чуть-чуть отличаться. Ну там рогами, копытами, цветом шкурки, а так будет клон. Эта история, по словам Савельева, кончилась так, как заканчивается большинство афер. Вот. Естественно, все эти фильмы разорились, все эти жулики разбежались. А овечку Доля на всякий случай сожгли, так не исследовав ни разу, не доказав ее генетическую идентичность с овечкой мамой. На невежестве людей наживаются не только бизнесмены, но и руководители религиозных сект. Гуру рейлинского движения Клод Варильон еще 10 лет назад утверждал, что ему удалось клонировать человека. Он убеждает своих последователей в том, что все живое на Земле создано инопланетянами именно клонированием и генетическими модификациями. И сам Варильон, по его словам, создавая человеческие копии, дарит бессмертие. Цена вопроса – 200 тысяч долларов за Клод. Проэлиты, которые как раз верят в перерождение, в вечную жизнь, в бессмертие. И как раз они утверждают, что уже клонировали очень-очень много детей. Например, то, что в 15-16 броют по России клонированы. Впрочем, этих людей никто не видел. Но если с помощью клонирования нельзя вернуть умершего человека или размножить уникальных животных, то какой вообще от него прок? Неужели это достижение науки нельзя поставить на службу человеку? Оперируется пациент, у него удаляется жировая ткань по причине уменьшения его объемов. Или у него удаляется кусок кожи. Ну, чтобы это не выбрасывать, из этого можно вполне делать довольно приличный строительный материал, который в жизни человеку пригодится. Никаких сенсаций, никаких воскрешений из мёртвых. Обычная биоинженерия, которая уже сегодня помогает тысячам больных. Стволовые клетки стали отличным строительным материалом для больных органов. Восстановление печени, лечение артрозов, улучшение состояния сердечной мышцы, профилактика лечения атеросклероза и его последствий, диабет второго типа 100% подвластен. Первый тип, с этим надо работать, но, видимо, это тоже проблема решена. Лечение аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и так далее. Понимаете, всё это подъёмно. Да, мы можем на сегодняшний день склонировать генокод, и то с точностью там до скольких-то девяток после запятой. Это всё равно не точная копия. Но мы не можем скопировать самого главного, мы не можем скопировать душу человека, мы не можем скопировать его моральные качества, его дух. Так стоит ли прощаться с мечтой о вечной жизни? Неужели человеку не суждено создавать копии самого себя с собственным характером, разумом, чувствами и привычками? Учёные обещают нам всё это в будущем. Тем более, что и прошлое даёт надежду. Видимо, технологии, может быть, когда-то даже существовали, потому что вопрос, кто на него ответит, как появился человек? Потому что говорят, что, значит, Ева получилась из ребра Адама. А как она получилась? Что, Ева клонировали? Вот вопрос, понимаете, ответ-то никто не даёт. Может быть, так и должно быть. Поэтому люди пытаются познавать это постепенно-постепенно. Но главное, что они пытаются. Я считаю, что это было плюс. Только плюс. Никакого минуса. Есть страны, где эвтаназия разрешена. Это, значит, добровольный уход из жизни. А здесь мы можем помочь человеку зародить новую жизнь. Это будет формат существа живого, похожего на него. И это очень полезно. И только плюс. Никакого минуса не вижу здесь. Тем более, что в погоне за идеальным клоном человек может получить интересные и, главное, полезные побочные эффекты. Например, мы уже научились прививать эмбрионам искусственные гормоны роста. Это очень интересная тема, потому что в своё время вот этот гормон роста, который, в принципе, нужен людям с недостаточным развитием, плюс, конечно, вот этим вот спортсменам, можно назвать, которые своим телом там увлечены, что, кстати, неоднозначно к этому относится, вредно это или не вредно, но тем не менее. Пусть всё изучают, пусть всё клонируют. Нам же выгодно, чтобы найти какие-то пути продления жизни человека, оздоровления, замены больных органов и так далее. Выгодно это не только нам, но и братьям нашим меньшим. На нашей планете каждый год исчезает порядка 200 видов животных. Мы вот совсем недавно в московском зоопарке видели последнюю проехидну. Она просто единственная осталась в своём роде. И вот когда она сейчас доживёт свой век в зоопарке, их просто не станет вообще на земле. И вот здесь говорить о том, что для того, чтобы наши потомки могли увидеть, как выглядел там бенгальский тигр, например, живьём, да? Их не по картинке. Так что же получается? Доказательств того, что в мире уже клонируют людей, нет. Но я вижу в такой возможности всё-таки не угрозу человечеству и возможную атаку клонов, а научный прогресс. А его не остановить. Вот на днях эстонские учёные заявили на весь мир, что клонировали корову с геном человека. И якобы она и подобные коровы будут давать уже не молоко, а материал для ценных медикаментов. Если это, конечно, не очередной способ нажиться. Смотрите далее. Странные видения Прохора Шаляпина. Мне казалось, что я где-то под мостом ночую. Правда ли? Так можно изменить собственную жизнь? Ты можешь получать информацию, ты можешь реализовать какие-то желания, ты можешь влиять на свой организм. И что за новую теорию о снах готов представить известный режиссёр Владимир Хатиненко. Ты начинаешь пожевать жизнь обратно. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Человек спит примерно треть своей жизни. Что-то около 25 лет. С точки зрения науки, сон – это возможность восстановить свои силы и переработать дневную информацию. А вот эзотерики считают, что с помощью сна можно попасть в параллельный мир и даже скорректировать судьбу. И, конечно, не следует забывать, что миллионы людей с помощью снов пытаются толковать своё будущее. Так что же такое сон? Мост – другой мир или передышка для организма? Сны видят не только люди. Нечто похожее бывает у птиц и млекопитающих. И было у многих вымерших животных. Из дошедших до наших дней те животные, которые обладают реликтовыми фазами сна – это страус, это ехидна, это утконос. Ну, вот страус, можно сказать, что страус первый сам увидел сон. Именно в том виде, в котором видят его человек и в том виде, в котором видят его другие высшие животные. Хорошо известны исторические примеры внезапных ночных озарений. Таблица Менделеева, уравнение Пуанкаре, сюжет «Горе от ума». Известный кинорежиссёр Владимир Хатиненко часто рассказывает о том, что во сне продолжает снимать или монтировать фильм. Но могу сразу сказать, я ни разу не использовал то, что я видел во сне. Ни разу мне во сне не приснилось решение, как Менделееву, например, таблицей. Во всяком случае, я не помню такого. Ну, скорее, тут другое. Тут подсознание работает, а потом выстреливает. Неврологи объясняют это так. Во сне мозг работает над проблемой эффективнее, чем в состоянии бодрствования. Его ничто не отвлекает. Допустим, вы что-то забыли, долго думали, где же это находится. Вы собираете все факты, которые могут решить эту задачу, и вполне возможно, что при пробуждении вы видите ответ. Но на самом деле вы просто закрыли глаза, и мозг отключился от внешних стимулов. Фазу сна, когда человек решает проблемы и видит сны, называют БДГ. Фаза быстро двигающихся глаз. Это совсем короткий период времени, всего 20-30 минут за ночь. Именно эти вспышки подсознания уже два десятилетия изучает Михаил Радуга. Его авторская методика управления сном собирает тысячи просмотров в интернете. Она вызывает массу споров. Одни считают Радугу сектантом, другие – гением. Миросознанное сновидение может быть использован с различными целями для физической реальности. Допустим, ты можешь получать информацию, ты можешь реализовать какие-то желания, ты можешь влиять на свой организм. Специалисты сходятся в одном. Человек может сам заказать себе сон, как покупку в интернете. Сон наш состоит из нескольких стадий. И они постепенно от поверхностной переходят в глубокую, и в конце мы можем видеть сновидение, которое насыщено образами. При этом мышцы расслаблены, то есть человек не ходит, не разговаривает, не поёт, он видит сны. С помощью специальных упражнений можно научиться контролировать сны и осознавать сам момент засыпания. Самый простой способ – лёжа неподвижно представить себя вращающимся вокруг своей оси. Техникой осознанных сновидений в совершенстве владеет каждый индейский шаман. Предположим, он должен там встретить рыбу. Тогда он подходит к реке внутри сна, осознанно подходит к реке, смотрит, ищет рыбу. Потом он может вступить с этой рыбой в контакт. В контакт, начать с ней говорить и получать от этой рыбы ответы. То есть он может совершать впервые осознанные слова, может говорить внутри сновидения. Если восприятие меняется в реальности, то оно может стать другим и внутри сновидений. Кинорежиссёр Владимир Хатиненко всю жизнь жаловался на слабое зрение и даже сны видел нечётко. Некоторое время назад мне поменяли, у меня помутнение было хрусталиков, мне сделали операцию и поменяли хрусталики в глазах. И теперь я сны вижу в фокусе. Вот это для меня вещь совершенно загадочная и совершенно непонятная. Теперь я всё вижу в резкости. Раньше считалось, что во сне мы отдыхаем, полностью отключаем мозг. Теперь учёные говорят о новой теории, так называемого локального сна. Выяснилось, что если в течение дня человек много двигался, то нейроны, отвечающие за физическую активность, спят особенно глубоко, в то время как нейроны в другом участке мозга начинают работать активнее. На эту мысль исследователей натолкнул сон дельфинов. Дело в том, что эти млекопитающие спят последовательно, то правым, то левым полушарием. Это музыкант Прохор Шаляпин. Он видит странные сны. Пришёл к врачу узнать причину. Мне казалось, что я где-то под мостом ночую. То есть разные. То есть и в царских каких-то хоромах пребываю. Совершенно разные. То есть люди, я не знаю, как это связать. То есть мне не кажется, что это мои прошлые жизни, конечно, но с другой стороны, если это чужие жизни, почему они приходят в милость? Может быть, это путешествие души? Прохор настаивает на специальном исследовании. Не знаю, как про прошлую ночь, но вот конкретно сегодняшнюю ночь ваша душа присутствовала с вами всю ночь, потому как и сердце ровно обилось всё время сна, и мозг работал хорошо, и стадийная сна сохранялась. После небольшой беседы врач готов выдвинуть свою версию странных снов. Всё дело в соседях Прохора и в их слишком громком телевизоре. Отсюда и ассоциативный ряд. То царские покои, то ночёвка под мостом. Я здесь напишу, а соседям Прохора желаю того-то и того-то. Пожалуйста, укладывайте спать вовремя, не мешайте Прохору, потому что живёт он в трудном мегаполисе, работает много, ложится поздно спать. Эмоциональная же профессия. Практик осознанного сновидения Михаил Радуга настаивает. Выход души из тела и её путешествия – невыдумка. Это доступно любому из нас. И тому есть огромное количество исторических примеров. Все чудеса из святых книг Библии и Корана происходили во сне. Явления ангелов, разговоры с Богом. Может быть, апостолы обладали техникой осознанных сновидений? Однажды, когда мне было 16 лет, я совершенно случайно, спонтанно, ничего об этом не знаю, столкнулся с переживанием осознанного сновидения. Это было настолько ярко, настолько впечатляюще, что я очень быстро понял, что ничего более интересного в своей жизни я не видел, ничего меня больше не вдохновляло, ничего меня больше не интересовало. Буквально с этих ранних лет я полностью посвятился практике осознанных сновидений. В 2011 году в Калифорнии Михаил Радуга провёл несколько исследований с помощью волонтёров. В течение недели группа добровольцев занималась по его методике. В конце Михаил попросил их заснуть и поговорить с ангелом. Это удалось 16 из 20 испытуемых. По крайней мере, так утверждает сам Радуга. Но другие специалисты сомневаются в том, что так и было. Мы это называем гипотагогические галлюцинации. Это галлюцинации при засыпании. Если такой феномен человек описывает, то у него подозревается какое-то психическое нарушение. Зачастую эти пациенты попадают в психиатрические стационары, им ставится диагноз шизофрения, эпилепсия и так далее. У психологов ещё одна точка зрения. На сны влияют наши стрессы. Так повторяющиеся ночные видения не знаменье, а отражение личных проблем или признак надвигающейся депрессии. Я ночью посыпаюсь, и в комнате всё время горит свет. И я так вот, прям вот, как будто это было вчера, было это 58 лет назад. Я так выглядаю и вижу в комнате стоит маленький человечек, одетый в розовую. У него такие уши большие, которые вот так вот лежат на плечах. И он пьёт из моей кружечки. Меня совершенно не испугал этот человечек. Ничего. Мне просто стало обидно, что он пьёт из моей кружечки. Официальная медицина считает, подобные случаи, если они становятся регулярными, можно и нужно рассматривать как симптом болезни. Недавно был пациент, у которого ситуация, которая была для него стрессовая в 6 лет, то есть когда он был ребёнком совсем, она сохранялась на протяжении 25 лет практически. И большую часть ночей вот этот страх и вот эта ситуация повторялась у него на протяжении 25 лет. До того момента, когда он уже обратился к врачу. Альтернативные исследователи предлагают исправлять реальность с помощью осознанного управления сном. По теории Михаила Радуги, только в фазе БДГ человек может быть абсолютно счастлив. Ты можешь управлять пространством, ты можешь его изменять, ты можешь оказаться где угодно и найти кого угодно. Например, ты можешь подойти к двери, к любой двери в мире особенностных сновидений. И за дверью села намерение создать любое место и любого человека. Но многие врачи считают такие техники не только бесполезными, но и опасными. Яркие и фантастические сновидения – один из симптомов нарколепсии. Нарколепсия – заболевание, основным признаком которого являются приступы непреодолимой сонливости. Причины болезни до настоящего времени изучены слабо. Пациенты с таким диагнозом попадают в клинику Александра Калинкина. Почти все они до этого пытались стать счастливыми, меняя своё сознание при помощи эзотерических техник. У меня была пациентка, которая на протяжении 5 лет, после момента засыпания, до момента пробуждения, она проживала свою жизнь с семьёй, но в состоянии сна. И отличить во время сна от реального состояния она, естественно, не могла. И только после пробуждения она понимала, что это был сон. Шаманы – люди, которые безошибочно могут отличить сон от яви. Они учатся этому всю жизнь с самых ранних лет. У американских индейцев подросток после обряда инициации должен увидеть во сне своё тотемное животное. В помощь жрец выдавал ловушку для снов. Шаман Оллард Эльвиль Диксон с удовольствием демонстрирует свой экземпляр. Это древний моллюска Монит. Это так называемый Монганасан. Вот эта окаменелость называлась «камень сновидений». Он клался в изголовье. Точно так же на него концентрировались шаманы. Для того, чтобы увидеть тот или иной образ. Ловец Снов Диксон рассказывает. В том мире свои законы. Надписи внутри сна не читаются два раза. Если мы видим какую-либо надпись внутри сна, мы можем отвести глаз от этой надписи и повторить значение этой надписи как бы у себя в сновиденческой голове, потом посмотреть на эту надпись, и надпись изменится. Внутри сновидения часы никогда не показывают правильное время. Иногда сны бывают настолько достоверными, что человек не может различить две реальности. Самый, можно сказать, верный друг сновидца – это мобильный телефон. Потому что мобильный телефон внутри сновидения, он выглядит как телефон, но реально на экране он не показывает ни время. Заставка будет совершенно другой. Поскольку он у нас наяву всё время в кармане лежит, или где-то в сумочке у нас он лежит, то и внутри сна он тоже будет где-то рядом. Одного взгляда на свой телефон будет достаточно для того, чтобы спросить себя, не сон ли это. Желанием построить шаткий мост между сном и явью можно объяснить и огромное количество сонников – толкователей снов. Так можно ли во сне заглянуть в будущее? В апреле 1912 года американка Джулия Симпсон никак не могла дождаться приезда любимой дочери из Европы. И в одну из ночей ей приснилось нечто ужасное. Она увидела, как большой корабль терпит крушение, и её дочь тонет в морской пучине. А 15 апреля 1912 года по всему миру прокатилось известие о трагедии Титаника. Дочь Джулии плыла именно на этом корабле и погибла. А если бы Джулия Симпсон обратилась к соннику, то узнала бы следующее. Погибнуть в результате кораблекрушения во сне означает, что придётся проявить силу воли. Если человеку приснилось, что другие люди терпят кораблекрушение, то попытки помочь друзьям будут тщетны. Если приснился корабль, плывущий во время шторма, то следует ждать неудачи при заключении сделки. Сомнологи говорят, у каждого человека абсолютно индивидуальный ассоциативный ряд. В каждой культуре существует связь с символами. Допустим, если вы погружаетесь в мутную воду, то у вас какие-то проблемы, допустим. Идёте по траве, вы там испытываете сложности по жизни. На самом деле вы просто знаете, что это обозначает. И если у вас действительно какие-то сложности в жизни появляются, мозг подаёт вам этот сигнал, и вы видите такой сон. Владимир Хатиненко перед неприятными событиями в жизни всякий раз видит один и тот же сон. Такая хрущёвка здания. У меня такое за угла врач, небо такое закатно-мрачное. Вдруг я вижу какое-то облако, оно так выплывает из-за угла здания. И вдруг я понимаю, что это не облако, а это льдина огромная. И дальше по закону сюрреализма, она поскольку тяжёлая, она начинает только загибаться и заваливаться на землю. Вот так вот как-то загибаться. Кинорежиссёр долго размышлял над своими ночными видениями. Сегодня он готов выдвинуть собственную теорию о том, что такое сон. Сон – такая репетиция какой-то жизни. Вот, такое, может быть, заглядывание туда. И ты начинаешь проживать жизнь обратно. То есть отматываешь эту плёнку обратно, всю. Не некий какой-то ад, сковородки или что-то такое, а именно детальное проматывание, где тебе уже припомнится всё-всё-всё, что с тобой происходило. Недавно учёные двух немецких университетов выделили группу так называемых «типичных снов». Их видят все без исключения. Сюда входят сны об экзаменах, о попытке убежать или скрыться, о падении с высоты или полёте. Вывод специалистов парадоксален и одновременно очевиден. В этих снах нет ничего вещего. Только работа нейронов. Кошмары снятся человеку, когда он испытывает стресс наяву. Сны о детстве говорят о нерешённых психологических проблемах. А привычка спать под телевизор вызывает бессонницу. Это не мозг в другой мир, а скорее отражение существующей реальности. Так что давайте не будем предавать снам излишнего значения. Лучше научимся с их помощью прислушиваться к себе и своему организму. Помните анекдот про Фрейда? Иногда банан во сне – это просто банан. Это было агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Розбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе. Банда «Чёрная кошка». Она наводила ужас на москвичей. За мешок картошки убить могли? Его задержали в Таиланде. Осудили в США. Виктор Бут. Самый опасный из россиян. Главный торговец оружия – это президент Соединённых Штатов Америки. Что поведал нашему медиуму дух Бориса Березовского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова